Всем привет! Продолжаем смотреть картины Томас Ролэндсон. Томас Ролэндсон, английский художник, карикатурист, книжный иллюстратор. Родился в Лондоне. Его отец был ткачом, начал заниматься торговыми товарами для текстильной промышленности, но был объявлен банкротом. Я цитирую переводную википедию, те очень немногие данные, которые я смог найти в этом карикатуристе и книжном иллюстраторе. По окончании школы стал студентом Королевской академии художеств. Шесть лет обучался, но около третьего времени провел в Париже, где, возможно, учился у Жана Баптиста Пегаля. Часто бывало в Европе. Рисунки обычно делались с контурами, тростниковым пером и деликатно размывались цветом. Затем они были выгравированы художником на меде. Как дизайнер он отличался легкостью черчения, был под влиянием картин французского Рококо. Крисовал портреты, пейзажи, о нем начали говорить как о перспективном художнике. Однако в творчество Ролсона неожиданно вмешалось наследство. 7 тысяч фунтов получено от умершей тети. Ролсон перестал творить, просто проживал состояние, однако вскоре, увлекшись азартными играми, обнищал в конец. Игровер Джейм Гилрей, а также Генри Уильям Банбери вдохновили его на карикатурную живопись, которая, наконец, заслужила его внимание и успех. Он вновь начал писать с целью пополнения своего бюджета. Рисовал карикатуры. Паймы Уильяма Комба про доктора Синтакса с иллюстрациями Ролсона были необычайно популярны в то время, как и его эротические рисунки и карикатуры. Скончался он в 1827 году после продолжительной болезни. Умер на родине в Лондоне в возрасте 71 год. Ну вот все то, что я смог найти, то немногое, что я смог найти о английском художнике-карикатуристе, книжном иллюстраторе Томасе Ролдсоне. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания. Узнали что-то новое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok